Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, нам предписано перед Рошишана немножечко подумать о своем поведении, что-то исправить, принять какие-то на себя обязательства, что-то хорошее, увеличить стаку, увеличить там еще что-то. А зачем? Пройдет, может сказать, человек енки-пурвы, или там там Рошишана, и опять начнешь там что-то не так делать. Это как поведение, когда водитель там увидел полицейского, там притормозил, едет медленно, когда проедет, опять добавит. Так это или не так? Тем не менее, мудрецы говорят, нет, нужно перед Рошишана менять поведение, и это правильно, чтобы ответить на все эти вопросы. Надо разобрать спор мудрецов о том, когда следует делать освещение Луны. Вот мы делаем есть такое, кедушливана освещение Луны. Обычно мы это делаем в начале месяца, а в месяце тишелей принято делать кедушливана после енки-пура. А почему? Логики нет. Дело в том, что освещение Луны нужно делать в радости. Именно поэтому Луну освещают на исходе субботы, пока мы не переоделись в будничную одежду. А в период перед енки-пуром мы втрепет не ожидаем приговора небесного суда. Это одно из мнений. Есть другие мудрецы, они считают наоборот, что нужно сделать при первой возможности в начале месяца не ждать енки-пура. Почему? Ведь подсчитывается заповедь и прегрешение человека. И каждая дополнительная заповедь может склонить чашу весов в нужную сторону. Кроме того, сказано в Кабале, что тот, кто хорошо и правильно исполнит заповедки кедушливана, может не опасаться, что умрет в этом месяце. То есть это еще кажется аргумент, почему надо сделать быстрее до енки-пура. И тем не менее, почему общепринятые все-таки обычаи делать освещение после енки-пура? Ведь, как мы видим, хороший метод добавить себе заслуг. Все дело в том, с какой целью человек меняет свое поведение. Вот для чего мы это перед енки-пура стараемся поменять поведение. Некоторые относятся к возможности такой, чтобы заработать дополнительные очки перед судом. И такое отношение оправдано. Однако есть и более глубокий смысл. Необычное поведение перед енки-пуром, когда человек более старательно выполняет заповеди, берет какие-то обязательства, которые у него раньше не было. То есть как бы вылезает из кожи, чтобы понравиться наверху, да? Это не сама цель, это средство. Написали мудрецы, средство, как ни странно, малейшее изменение поведения перед енки-пуром, это средство, чтобы заставить себя начать работу над собой уже в следующем году, над своими проблемами, двигаться вперед. Необычное поведение, это катализатор, который помогает нам сделать раскаяние и начать работать над собой, как бы это ни было тяжело. И это одна из причин, по которым не принято делать кедуш-ливана до енки-пур. Мудрецы не хотели, чтобы мы искали легких путей. Они не хотели, чтобы человек направил свои усилия на поиск каких-то примет, сгулот, помогающих заработать оправдательный приговор Рошашина. Но при этом палец о палец, не ударив в работе над собой. А главное для нас работать над собой и при решении Рошашина работать для собой. Они хотели, чтобы человек принял вызов, посмотрел в лицо проблемам, начал меняться в лучшую сторону. Поэтому время перед Рошашиной Рошашина емки-пуром. Это время самоанализа, подведения итогов года. Время понять свои сильные и слабые стороны. Это время выработать на следующий год программу, которая поможет нам подняться на более высокий духовный уровень. И в соответствии с этой программой, хотя мы ее еще не сделали, на суде будет решаться. Есть ли смысл дать нам шанс еще один на следующий год? То есть дать нам жизнь в следующем году. А для того, чтобы пробудить себя к этому, можно создавать определенную атмосферу с помощью более тщательного и строгого выполнения заповедей именно в этот период. Надо выделить больше, чем обычно, сумму над стыку, смотреть там за едой больше. То есть нам нужно измениться в эти дни. Это большое-большое подспорье в том суде, который нам предстоит. И пусть Всевышний поможет нам найти правильный путь в нашей духовной работе. Хатимавы Хатима Тава. Да будете вы записаны на Счастливый Год в Книгу Жизни. И пусть эта запись будет скреплена вот такой сильной печатью. Брахавы Ацлахам.